Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной влог новостей по The Isle of Rima. Перед началом ролика, как обычно, хочется поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Итак, этот ролик скорее будет нести в себе ответы на вопросы, на которые мне ответили разработчики The Isle of Rima, но скажу сразу, что он будет также, на мой взгляд, информативный. Так что прямо сейчас подпишись на канал, поставь пальчик вверх и нажми колокольчик. Начнем. Оптимизация. Вопрос, который, наверное, мучает всех со времен выхода Эврима. Я неоднократно и, наверное, сотню раз на него отвечал. Кучу вопросов я получаю от вас, когда она будет, какой требуется железо для игры, а еще и новость в прошлом ролике, что с обновлением 6.5 игра перейдет на новый игровой движок Unreal Engine 5, многих игроков, мягко сказать, повергло в шок. И многие сказали, что все, Эврима точно не для меня. Но давайте предоставлю информацию, которая, возможно, опять для кого-то не облегчит жизнь, для кого-то она станет полезной. Все чисто со слов разработчиков. При переходе игры на игровой движок Unreal Engine 5, оптимизация крайне должна стабилизироваться. Точные данные по сборке ПК для хорошей игры мне предоставят ближе к выходу обновления, так как самим разработчикам сейчас трудно судить. Сейчас я предоставлю на ваши экраны сборки некоторых апгрейдов для ваших ПК, что мне примерно указали и разъяснили для повышения комфортной производительности в игре. Но это не означает, что вам нужно будет покупать суперигровой компьютер за 100-200 тысяч рублей. Да, многие сейчас напишут в комментариях, что у меня по железу то же самое, а Эврима это логучая помойка. Сравните с моими характеристиками ПК. Эврима выдает мне стабильные, давайте я буду придерживаться среднего, 80 фпс. И мне достаточно хорошо играется. И 100% просадки бывают на доле секунды 1%. И то редко. Опять же, лейгаси закроют в будущем. И ты хочешь не хочешь перейдешь в Эврима. Век технологий также не стоит на месте. Игровой мир меняется, индустрия растет. Это не только касаемо Эврима, многих других игр. Ну, согласись же. Сейчас ты скажешь, ты защищаешь игру, ты на нее молишься. Да, она мне очень нравится, я, конечно, и не согласен с тем, что в нее также будут вносить в будущем, но я констатирую факты. Потому что я точно знаю, мне многие писали, и я понял одно, что некоторые игроки играют еще на таких древних печках, что я порой удивляюсь, как он у вас вообще работает. И вы хотите еще просидеть на них 10 лет, 20 лет? Не в обиду, ребята. Также я оставлю информацию по железу в закрепе все в описании. Если слушал внимательно, идем дальше. Раз я затронул тему того, что мне не нравится в будущем в игре. Да, многие и так уже знают по разговорам на наших стримах, старейшины в игре. Старейшины в игре будут однозначно. Они будут неотъемлемой частью в игре и даже на официальных серверах. По теме старейшин я скоро на канал выложу отдельный ролик касаемо их. Старейшины и гипперы будут. Пока это так заявлено. По поводу игровых динозавров и искусственного интеллекта в игре. Все заявленные виды динозавров будут игровыми. Часть из них на серверах будут, грубо говоря, ботами. Мы слышали это компи, птеродактили, рексы и прочее. Но у владельцев серверов появится возможность по-своему настраивать животный мир с их желаниями. Это как сейчас с людьми. Или помните ролик с компсогнатусом? Ссылка будет в описании. Кому интересно, обязательно посмотреть. Вопросы по ядам некоторых динозавров. Троодон. Отравление данного существа будет вызывать у вас резкое снижение стамины и здоровья. Дилофазавр. Будет вызывать у вас дикие галлюцинации. Инфицирующие укусы магиерозавра и цератозавра. Вызовут у вашего динозавра спазмы, рвоту, отравление организма, потерю ХП. Кстати, сейчас слушаем внимательно. Спазмы. Все мы знаем, что такое каннибализм в игре. Некоторые виды динозавров, такие как корнотавры и дейнозухи, могут поедать свой вид. И не получат за это дебаф или отравление. Даже наоборот. А вот остальные виды этого делать не могут. Собственно, сейчас ты можешь в игре не за каннибала. Поесть при сильном желании или голоде, либо по ошибке свой вид. Ты получишь дебаф и спазмы. Твой динозавр самопроизвольно начнет время от времени кусать воздух. Если кто-то стоит рядом с тобой, ты можешь его случайно укусить и нанести урон. Начиная с последующего обновления 6.5. Спазмы работают усиленнее. То есть, при случайном укусе своего тиммейта, вы через укус будете передавать ему тоже отравление. И он также начнет страдать спазмами. Здорово. Согласись. Ну что же, если тебе понравился данный ролик, обязательно пальчик вверх, подписка на канал и жми колокольчик. Все ссылочки будут в описании на нашу группу ВКонтакте. Яндекс.Сцен, кстати, там ролики выходят намного быстрее, чем на канале YouTube. Ну что же, до новых встреч. Всем хорошего выживания в мире The Isle of Rima. Субтитры сделал DimaTorzok.